всем привет поздравляю всех с праздником рождества христова все христиан и не только христиан повод у меня всегда в этот праздник вспомнить о самой сути христианской морали христианской духовности структура морали которая легала структуру морали современного общества которая основала вообще ценностную структуру нашего общества что хорошо что плохо о добре и зле и в этот праздник для меня самое важное ключевое это вспомнить самоучение поэтому зачитаю главу пятую евангелие от матвея нагорная проповедь глава 5 увидев народ он зашел на гору и когда сел приступили к нему ученики его и он отверши уста свои учил их говоря блаженны нищие духом ибо их есть царствие небесное блаженны плачущие ибо они утешатся блаженны кроткие ибо они наследуют землю блаженны алчащие и жаждущие правды ибо они насытятся блаженны милостивые ибо они помилованы будут блаженны чистые сердцем ибо они бога узрят блаженны миротворцы ибо они будут наречены сынами божьими блаженны изгнанные за правду ибо их есть царствие небесное блаженны вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить на меня радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах так гнали и пророков бывших прежде вас вы соль земли если же соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленую она уже ни к чему не годна как разве выбросить ее вон на попрание людям вы свет мира не может укрыться город стоящий наверху горы и зажегши свечу не ставит ее под сосудом но на подсвечники и светит всем в доме тогда светит свет ваш перед людьми чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного не думайте что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить пришел я но исполнить ибо истинно говорю вам доколе не придет небо и земля ни одна йота и ни одна черта не придет из закона пока не исполнится все итак кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей тот малейшим наречется в царстве небесном а кто сотворит и научит тот великим наречется в царстве небесном ибо говорю вам если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в царствие небесное вы слышали что сказано древним не убивай кто же убьет подлежит суду а я говорю вам что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брату своему рака подлежит синедриону а кто скажет безумный подлежит гиене огненной итак если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь что брат твой имеет что-нибудь против тебя оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой мирись соперником своим скорее пока ты еще на пути с ним чтобы соперник не отдал тебя судье а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу истинно говорю тебе ты не выйдешь оттуда пока не отдашь до последнего кадранта вы слышали что сказано древним не прелюбодействуй а я говорю вам что всякий кто смотрит на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею сердце своем если же правый глаз твой соблазняет тебя вырви его и брось от себя и был лучше для тебя чтобы погиб один из членов твоих они все тело твое было ввергнуто в гиену если правая рука твоя соблазняет тебя отсеки ее и брось от себя и был лучше для тебя чтобы погиб один из членов твоих они все тело твое была ввержена в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняя перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будьте сынами отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас вае искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Так же, когда поститесь, не будьте унылые, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст себя явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают с житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не спрашивайте, что нам есть и что пить или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру им мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит, у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злые, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у него. И так во всем. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Ходите тесными вратами, потому что широкий врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь ложепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твои ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова Мои, сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои, и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Такими словами завершается та часть, которая называется Нагорная проповедь, и в которой изложено учение само. Я полагаю, это те строки, которые стоят, те слова, которые уж точно стоит перечитывать в Евангелии, возвращаться к ним, и если мы уж вспоминаем в такой праздник, то стоит вспомнить рождение кого и рождение чего мы празднуем, и отмечаем. Полагаю, в этих словах для нас очень многое выражено. Так что с праздником, с Рождеством, доброго всем дня, пока. Субтитры создавал DimaTorzok